Ну что же, мои хорошенькие, всем привет! С вами Папа Костя, вы на канале Папа Костя, и сегодня я отвечу на вопрос, как же правильно очеренковать дефенбахию, чтобы она 100% укоренилась, как укоренить ее легкими способами и как при этом сделать так, чтобы никто вокруг не пострадал. У меня здесь в наличии, друзья, имеется здоровенная дефенбахия. Мой рост метр девяносто. Эта дефенбахия уже выше меня, и еще чуть-чуть, и она полностью брется в потолок. Все бы ничего, если бы потолки у меня были еще выше, если бы там было какое-то освещение, я бы позволил ей расти дальше. Я люблю джунгли, люблю заросли. Однако, там уже мало света, листья дефенбахии начинают из-за этого мельчать, потому что вы можете видеть, да, что у меня здесь достаточно крупный лист, то есть вот моя ладонь, вот лист, потому что ей было много света, ей было классно. Дальше, чем выше, тем меньше света, там никаких подсветок у меня не стоит, соответственно, дефенбахия конкретно мельчает. Вот, и, собственно, пришло время, сейчас лето, самое время черенковать, самое время резать, кромцать наше растение. Вот, и сегодня расскажу вам про то, про два способа, как можно черенковать дефенбахию, и также расскажу, в каких именно условиях ее идеально укоренять. Ну, и заодно все покажу, и плюс расскажу, почему она опасна, правда ли это или не правда, что ее сок ядовит. Расскажу на личном примере, у меня был неплачевный опыт. Друзья, ну и для начала нам жизненно необходимо надеть перчатки. Зачем перчатки, друзья? Рассказываю, дефенбахия у меня это давно, она уже пережила несколько черенкований, вырастала у меня заново, я ее вновь черенковал, и однажды у меня был с ней страшный плачевный случай из моей личной жизни, я подумал, ой, все это хуйня, все это туфта, все врут, зачем эти перчатки, и черенковал ее без перчаток. И так как дефенбахия имеет толстый ствол, у нее много сока, сок попал мне на руки, и я получил ожоги. Без шуток вам говорю, ожоги прям конкретно жесткие, потому что в соке дефенбахии содержится яд. Сейчас нам моя помощница расскажет, что именно содержится в этом соке. Сок дефенбахии ядовит из-за содержания игольчато-острых кристалликов оксалата кальция. При контакте с кожей сок вызывает раздражение, а при попадании на слизистую глаз и ротовой полости может привести к слепоте, отеку языка и временной потере речи. Вот, и у меня были прям ожоги, смыть их почти невозможно, потому что эти иголочки на молекулярном, химическом, физическом уровне, не знаю, втрескались в кожу, и эти ожоги прямо у меня несколько дней не сходили. Это хорошо, я не потрогал слизистые, иначе был бы вообще трэш. Кстати говоря, этим растением, его соком, всякие туземцы и дикие племена смазывают свои стрелы, наконечники стрел и оружие, для того, чтобы ранить. Это, во-первых, а во-вторых, в одном из племен, я знаю, есть наказание за какую-то провинность, то ли... Ну, короче, за провинности у них, вместо того, чтобы в тюрьму сажать или там штрафовать, они закапывают или в глаза сок этой диффенбахии, или закапывают человеку в рот сок этой диффенбахии. Короче, жесть конкретная. Поэтому перчатки, ребята, обязательно убираем вокруг маленьких детей, животных, это небезопасно, это вам не шутки, понятно? Так, ну что, погнали. У меня на эту диффенбахию много планов, она здоровенная, это основной ствол, но снизу есть еще несколько стволов, один ствол потоньше и еще один ствол потоньше пониже. Короче, диффенбахия очень у меня обширная. У меня, видите, она уже держится за палку, уже просто держится всеми немысливыми способами. Так, для начала я обрежу лишние листья. Листья нам не нужны. В принципе, при черенковании, укоренении растений, большие листья им мешают. Ну, скорее всего, они их отсушат сами, но можно их в целом срезать сразу, потому что ничего хорошего они делать для черенкования не будут. Так, срезаю листья. Смотрите, у меня какой получается целый букет красивущий из листьев диффенбахия. Такая вот получается красота. Оп! Простите. Так, положим их, покладем. Так, сюда нельзя. Вот эту штуку, кстати, тоже пора уже будет черенковать. Она уже еле держится просто на последнем издыхании. Так, срезаю еще лист. Блин, листья так жалко. Использовать бы их куда-то. Но я их поставлю в вазу, будут стоять вазочки, пока не высохнут. Красивый зеленый букет из листов. Так, ребята, и, собственно, первый, самый основной способ черенкования, это черенкование верхушечным черенком. То есть, вот он, наша точка роста. И это верхушечный черенок. Вы берете на диффенбахе. Есть такие эти корни. Вы их прямо видите. На каждом стволике растут корешки. Я сделаю вам подсъемку, покажу, как эти воздушные корни выглядят. Вы берете спокойненько, выбираете себе междоузли, откуда вы хотите резать. В моем случае, так как это верхушка, я буду резать прямо у самой верхушки. Выбираете оттуда лишние листья, снимаете их до основания. Все это обязательно в перчатках. Я вас просто заклинаю делать это исключительно в перчатках. Это вот прям не шучу. На личном опите убедился, что это небезопасно. Так, ребятки, и все. И, собственно, я выбираю, где я буду делать срез. Выбрал и совершаю срез. Чтобы предотвратить течку сока, я возьму салфеточку и промокну салфеточкой, друзья, срез. Так, господи, боюсь куда-то класть все, чтобы животные ничего нигде не тронули. Блин, мне жарко, течет копилька пота, а нельзя трогать лицо перчатками. Так, ребята, вот он, собственно, наш верхушечный черенок. Вот так эта красота выглядит. И этот верхушечный черенок можно укоренить несколькими способами. Способы укоренения будут касаться как верхушечного черенка, так и промежуточных черенков, о которых мы поговорим с вами дальше. Первый способ. Вы берете емкость с водой, ставите в воду, и на этом все. Можно иногда менять воду, если долго не дают корни, но обычно диффенбахи дают корни в течение двух недель. Это достаточно быстро, и корни там уже будут мощные, можно будет уже сажать. Потому что даже на этом молодом еще стволике уже, видите, растет корешок. Вот, а на более старых там уже корней полным-полно. Укореняем в водичке. Все лишние листья можно в целом еще подсрезать. Этот черенок, кстати, я поставлю укоренять в воду, потом покажу вам, может быть, в шорцах, как он, собственно, укоренился. Вот эти листья тоже будут лишними. Так, ну оставлю вот так, потому что если много лишних листьев у диффенбахи, то она будет дольше укореняться. Будет много слишком уходить сил в листву. Ну, либо сама их отсушит. Короче, просто ставим водичку, и все прекрасно у нас укоренится. Следующий же способ – это укоренение в перлите или в вермикулите. По своей сути, это то же самое, что в воде, но более эстетично и чуть дает чуть-чуть, чуть-чуть более быстрые результаты, нежели в воде. Но, на мой взгляд, это просто перевод продукта. Проще укоренять в водичке, либо сразу в земле. И, собственно, третий способ – это укоренение сразу в почвогрунте. Вы делаете почву, сажаете. Почва должна быть очень увлажненная, прям мокрая. И, собственно, диффенбахи у вас укореняются непосредственно в земле. Я вот эту диффенбахи буду укоренять в воде. Вот этот верхушечный черенок, потому что я еще не решил, оставлю я его себе или нет. Потому что у меня будет очень много черенков. И из промежуточных черенков, которые я сейчас покажу вам, как выглядят, я планирую сделать офигительную такую композицию «Каскадный лес из диффенбахи». Я вам это тоже покажу, сниму в отдельном видео. Ой, друзья, я, наверное, весь блещу, весь блещу. Но что ж поделать, на улице 30 градусов, жарко, во время съемки тоже становится жарко. Поэтому извиняйте, ничего страшного, я тоже человек. Вот, короче, переходим, друзья, к промежуточным черенкам. Так, друзья, вот у нас с вами осталась вот такая кочерыжка. Собственно, она у нас огромная, длиннющая. Эту кочерыжку мы можем с вами разделить на различные междоузлия. Минимум для одного узла это один проем с корешками. Я вам подсниму, опять же, вставлю сюда кадр, чтобы было понятно на видео, о чем я говорю. Вы можете резать как более большими прогалами, так и более маленькими. Для моей задумки мне потребуется много черенков, много и разной длины. Поэтому сейчас я на примере на видео, в этом видео отрежу один, покажу вам, как это выглядит. А уже дальше мою задумку я покажу в следующем видео. Так, смотрите, вот мы с вами получаем, друзья мои, черенок. Видите? Вот такой черенок вы смело можете поставить в воду, низом, главное не перепутайте, где вверх, где вниз. У него, как вы можете видеть, уже есть корни, 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 корни. У меня прям активно пахнет диффенбахия срезами. Видите, она выделяет вот этот вот млечный сок, тут такой вот странный ион, писец, как и оставляет ожоги. Поэтому, ребят, прислушайтесь ко мне, очень вас прошу, не совершайте мои ошибки. И, собственно, все вот эти штучки только в перчатках трогать и промывать в воде обязательно. Не рискуем. Вот, и вы можете, короче, черенковать прям вот так, то есть прям малютками вот такими. Другой вопрос, зачем это надо, если у вас большая диффенбахия, то, собственно, такие малютки не сильно нужны, но мало ли какая у вас задумка. Может, вы хотите ее размножить, сделать из одной диффенбахии 48 миллионов тысяч и разбогатеть на этом, стать миллиардерами. Вот, и все, и вы сажаете либо сразу во влажный грунт, либо ставите в водичку, корни уже есть. Лично я предпочитаю подобного рода растения, особенно вот такими междоузлями, сажать сразу в грунт, это намного проще, они быстро и легко укореняются, растение простейшее. Вот, ну все, дальше уже про свою задумку будете смотреть в следующем ролике, который выйдет, скорее всего, после этого ролика. Вот, так что подпишитесь, чтобы не пропустить, там очень интересная задумка у меня в планах. Так, дорогие мои, хорошие мои, собственно, на этом у нас все подходит к концу. Сейчас я загляну в свой план. Да, друзья, на этом у нас все подходит к концу. Мы с вами сегодня обсудили легкий, стопроцентный способ черенкования, укоренения диффенбахи. Если вы сделаете все, как я сказал, в точности, то у вас на стопроцентно все получится черенковать, и все будет классно и круто. Клевое растение, всем рекомендую, всем новичкам, не новичкам, выносливое, легко, черенкулица легко размножается, почти ничем не болеет, все у него классно, единственное, очень ядовитое. Будьте аккуратны, особенно если у вас есть дети или животные. Мои животные, благо, к растениям по большей части равнодушны, они как-то понимают, какие можно покусать, какие нельзя. Вот, ребята, короче, подписываемся, пишем комментарии, ставим лайк. В описании будут ссылочки на другие мои информационные каналы, сети, проекты. Переходите, подписывайтесь, буду рад вас видеть. Пусть в вашей жизни всегда все будет замечательно, и помните, все, что пишете во мне, вернется вам всегда вдвойне. Поэтому рекомендую писать или позитивный комментарий, или хотя бы не вкладывать негатив в то, что вы пишете. Конструктивная критика, да, опытом делиться можно, писать всякую хуйню, оставьте это себе, ну или если вам очень хочется, ладно, разрешаю, напишите, выплесните это, пусть вам полегчает, а мой ролик от этого станет еще более популярным. Все, мои хорошие, всем пока-пока, до новых встреч в моих видосиках.